Заплати налоги и путешествуй спокойно. Налоговая служба предупреждает. Неуплата денег в государственную казну вовремя – одна из причин невыезда за границу. А потому в срок до 5 ноября физическим лицам необходимо платить имущественные налоги и земельные, а до 10 ноября – транспортные. Об этом сообщила начальник межрайонной инспекции номер 13 Ирина Савченко. Отделение обслуживает Химки, Лобню и Долгопрудный. Только за 9 месяцев текущего года оно собрало 31 миллиард рублей, что на 5 миллиардов больше, чем в 2013. Это очень высокие показатели. Не каждая инспекция может таким похвастаться. Так, по имущественным налогам Долгопрудный заплатил 303 миллиона рублей, Лобня – 410, а Химки – 2 миллиарда 331 миллион рублей. ФНС высоко оценивает потенциал нашего городского округа и призывает граждан не уклоняться от ответственности. Ведь почти все средства идут в местный бюджет. Эти налоги, эти три налога, они пополняют именно местный бюджет. Транспортный налог – это региональный, он идет в региональный бюджет, а земля и имущество – это местные бюджеты. Поэтому это очень важно для местных бюджетов, что как человек живет в городе, как наши города развиваются. Каждый должен об этом задуматься. Это не идет в федерацию, и потом распределяются эти деньги. Это именно на местах остаются налоги, поэтому надо очень внимательно к этому относиться. Потому что если вы не оплатите налог в установленные сроки, будет идти пеня, 1,3 ставки рефинансирования за каждый день. просрочки уплаты налогов. Это в автомате считается, и мы на следующий год вынуждены вам будем выставить требования. ФНС напоминает, что даже те средства, что уходят в региональные и федеральные бюджеты, в итоге возвращаются на места в виде областных и государственных социальных программ. Любую информацию можно уточнить на официальном сайте ведомства налог.ру.